Итоги благоустроительной кампании в Дзержинском районе подведем с главой мест администрации Михаилом Кузнецовым, он гость студии. Михаил Александрович, приветствую. Здравствуйте. По сути, областная юбилейная программа в самом большом районе Ярославля закончена, деньги освоены, часть объектов выполнена, большая часть объектов выполнена. Какие сейчас задачи ставить перед вами руководство города? Первочередные задачи. В Дзержинском районе мы 100%. Задачи, которые были поставлены программой об устроенном области юбилея, выполнили. Помимо дворов, которые сегодня отремонтированы комплексно, мы зашли с ямочным ремонтом, мы зашли с установкой малых архитектурных форм, преобразились двора новыми современными парковками. Ну и ежегодно мы старались, чтобы у нас в районе была какая-то изюминка. В этом году мы отремонтировали и заново, скажем так, восстановили парк на перевале 221 бойцу, который не вернулись с войны. Замечательное место, которое стало изюминкой у нас тоже такой отдаленной части Брагина, где можно и сегодня погулять с детьми, и можно проводить массовые мероприятия. Я считаю, что в принципе отработали мы уверенно на хорошо, но не могу не сказать, что выполнили все, что необходимо сделать. Конечно, того ремонта, того финансирования, которое необходимо для восстановления всех дворов, этого недостаточно, но программа на этом году не заканчивается, и мы будем продолжать ее в последующие годы. Михаил Александрович, на еженедельных планерках у Владимира Слепцова неоднократно вставал вопрос о руководстве управдом Дзержинского района. Было высказано немало претензий. Вот как-то вообще вы, как руководитель района, ваш аппарат может влиять на управляющую компанию? Ну, мы сегодня тесно работаем с муниципальной жилищной инспекцией. К сожалению, статистика по Дзержинскому району в части работы управляющей компанией Дзержинского района не самая лучшая. Достаточно много жалоб, достаточно много замечаний, предписаний и, к сожалению, штрафов от муниципальной жилищной инспекции. Я думаю, что руководству управляющей компании нужно здесь задуматься, либо поменять стиль работы, либо, ну, надо какие-то кардинальные меры принимать. Но вы сами готовы к тому, чтобы принять эти меры? У города 51% акций и, поверьте, то есть влияние на руководство управляющей компании есть. Если они не примут в ближайшее время скорейшие меры, то, наверное, я думаю, что будет вопрос поставлен достаточно серьезно руководством города. Ну и последнее. Завтра синоптики обещают снег и похолодание соответственно. Как район готов к зенему периоду? Мы посмотрели, значит, и технику, и запасы соляной смеси, соли, точнее, значит, могу сказать, что на сегодняшний момент 100% готовность есть. У нас достаточно большой частный сектор. Я думаю, что мы, вот у нас могут вставать в островы, до этого вставали в островы вопросы где-то по вывозу, по пробивке дорог частного сектора, по местным проездам. В этом году принципиально мы решили подойти так, что все, что находится в районе, подрядчик, тот, который сегодня зашел на уборку района, что он берет 100%. Плюс управляющие компании, те, которые сегодня находятся на районе. Проверили наличие договоров, те, которые сегодня есть, на привлечение дополнительной техники в случае, если будут большие снегопады. Поэтому сегодня есть уверенность на то, что район к зиме готов. Благодарю вас. Гостем нашей телекомпании был глава администрации Зержинского района Михаил Кузнецов.